История о том, как еще одна блогерка решила петь песни ртом. Давайте, блогер, начинает петь ртом. Я абсолютно муж с ртом какой-то. Я ненавижу эту жизнь официальную. Я чувствую себя ужасно тупо. Как будто я кого-то подвела. Хотя я не понимаю, кого я подвела. Я не пытаюсь косить под мэйби-бэйби. Да, у меня истерика. Зачем я вообще полезла в музею? Господи, я думала, это будет прикольно. Это будет классно-экспириус, но я думала. Сидя в ситуации, которая есть, вы знаете, возвращаясь назад, я задаю себе вопрос. А готова ли я была пройти все это говнище еще раз, если бы я знала, через что мне предстоит пройти? И самое грустное, что у меня нет на данный момент ответа на этот вопрос. Сейчас я покажу вам весь процесс создания музыки, мое эмоциональное состояние. Я расскажу вам очень много вещей, которые я от вас скрывала, пока все это происходило. Видео посвящено началу, скажем так, моей музыкальной карьеры. Я хочу сказать, что мой трек наконец-то вышел. Он доступен по ссылке. Вы можете слушать его там, где вам удобно. Спотифай, Эппл, Яндекс, ВК. Короче, он есть везде. Называется он Лиса Дно. Спонсор твоего настроения. Все началось одним сентябрьским утром. Но я бы хотела, чтобы вы видели весь процесс. Как я готовлюсь к тому, чтобы начать петь ртом. Потому что называть певицей я пока себя еще не могу. Мне совесть не позволит. Потому что я хочу через свою музыку нести очень важные посылы. Я не говорю, что я все такая правильная. Господи, нет. Конечно, у нас и мемные песни тоже будут чистые серии. Какой-нибудь просто лютейший бред из серии. Что происходит, а ничего не происходит. Знаете, о чем я все время думаю? Дело еще также в том, что мы все с вами живы организмы. И мы все с вами живы организмы. Мы не знаем, когда мы кончимся. Поэтому, если я хочу петь, почему бы мне просто не взять это и не сделать? Я же никогда не знаю, что у меня получится, а что не получится. С этого числа у меня вышло видео «Живой один день, как богачка». И в это видео я впихнула вот этот вот момент. Хотя, по факту, это все происходило в сентябре. Сразу, чтобы у вас не было никаких вопросов. Вот этот самый день. Это 22 сентября. Я бы хотела, чтобы вы видели весь процесс. Ну и, соответственно, вот этот кусок. Дальше вот я еду к этой студии. Вот я сижу в машине. Вот я там спускаю студию. Вот, соответственно, я прихожу петь. И это все тоже 22 сентября. Какие дела? Надеюсь, у вас больше не будет никаких вопросов к тому, что я говорю вам. Если это было тогда, значит, это было тогда. Я отучу себя честно от вот этого детского сада, потому что я чувствую себя в чем-то виноватой, хотя и ни в чем не виноватой. И это меня бесит. Как называется беда с башкой, когда человек оправдывается и доказывает свою правоту, когда он прав, и его даже никто ни в чем не подозревает? Ладно, поехали дальше. Какая разница, поддержит меня, не поддержит. Я точно знаю, что ни один мой друг меня не поддержит. Все поржу. Я была не права, никто не ржал, но у всех, абсолютно у каждого человека, был вопрос. Типа, ого, ты будешь писать музыку? А что за музыка? В каком жанре? И когда я говорила, что я хочу делать музыку в стиле гиперпоп, хайперпоп, ну, в общем, все как один. Реакция всех друзей была примерно одинаковая. А я не слышала про хайперпоп, а это как? Гиперпоп это, типа, чисто треки, как с твоего ТикТока, ну, я хз буду слушать его или не буду в России, так что, типа, ну, ты можешь попробовать, но не знаю, сто процентов. Слушай, а что такое вообще гиперпоп? Что такое гиперпоп? Что такое гиперпоп? Когда я рассказала об этом Давиду, он тоже такой, типа, ну, хорошо. Короче, я определилась с жанром, я буду писать гиперпоп. Гиперпоп? Да. Что это такое, типа, мистер Китти? Ну, ну, это похоже на мистер Китти, но это не совсем как мистер Китти, это, знаешь, такое более плохое, более искаженное, там, прям, очень много эффектов. То есть мистер Китти, он такой более мелодичный, он синтепоп, а гиперпоп это про другое. Вот я вот в этом буду развиваться, потому что мне безумно нравится, у меня буквально все тиктоки под это. Блин, я не знаю, что такое, честно, это вообще популярно, да? Нет, этого никто не знает, в России вообще толком нет даже гиперпоп исполнитель, в мире их особо нет. Ааа, ты думаешь, что ты будешь слушать? Ну, я это для тебя буду делать! В целом, я думаю, еще с самого начала понятно, что будут сложности. Когда мне пришла такая идея, естественно, я как блогер при агентстве, в котором тот же самый Dream Team состоит, естественно, я пишу нашему музыкальному продюсеру, например, моему Dream Team, ее зовут Юля. Типа, Юль, привет! Вот, мы с тобой несколько лет назад обсуждали то, что мне надо петь, потому что в пении меня со стороны агентства уже очень много раз звали, но я всегда такая, типа, нет, я не готова, я даже не знаю, что мне петь, что мне делать, ттп и тд. И вот день, я созрела, я и пишу. И, вы знаете, вот это вот самый первый момент, когда я пишу, я даже не знаю, состоится, не состоится, мне человек говорит, приезжай, конечно, у нас даже студия новая, мы еще не все оборудование завезли, но у нас новая студия, я так вдохновляюсь, и, соответственно, вот скриншот, и я еду. Что ж, я приехала на студию, сейчас нас встретят, пойдем вместе с вами, все найдем, все послушаем, посмотрим. Надеюсь, мне разрешат снимать, чтобы вам все показать. Я просто дикару. Понимаешь, мы обсуждали эту тему, вообще, по-моему, три года назад с тобой. Я параллельно буду снимать влог, чтобы люди были готовы. Да, я уже с детьми моими привыкла. Тебя уже вообще ничего не смущает, да? У меня эти покемоны уже после этих покемонов, их страшно, это ничего. Боже мой, я не могу. Как у вас здесь потрясающе. Ты понимаешь, степень сериализма, что я тебе написала в тот момент, когда вы переехали. Да. То есть здесь ремонт только не закончился, я такая пишу, Юля, Юля, все, все, работаем. Буквально я посвечила, все, вчера купила последние плагины. Балдешь. Вот, давай показываю тебе, что у нас здесь. Все, мне нужно задать тебе вопрос, чтобы быть готовой. Так, я тут пока еще не все, видишь, обустроено, но я тут еще нет пылесоса. Я тебя просто умоляю, все хорошо? Мы очень долго обсуждаем, какая музыка мне нравится. Я кидаю миллионы один референс в основном из тиктока, какая песня мне нравится, какой посыл я хочу, какой я категорически не хочу. Мы подбираем человека, который будет помогать с написанием текста, потому что, например, я не знаю, как писать текст под музыку. Спойлер, теперь знаю. Смотрите дальше, там будет сюр. Вот, поэтому нашли человека, который будет писать песню. Я ему тоже там все рассказала, что я хочу, что я не хочу, какие темы мы поднимаем, какие не поднимаем. И потом нашли человека, который будет писать бит. Все было очень здорово, мы потратили суммарно на эти переговоры, ну, наверное, часа 4-5. Собственно, мы потратили, я очень довольна, но я очень прям переживала. И, в общем, все было понятно, но столкнулись мы с одной проблемой. Дело в том, что в России гиперпоп не популярен, вот вообще. Игорь у нас не знают и не слушают, и мы сейчас возвращаемся к тому, с чем я начинала видео, когда я рассказала всем, что я собираюсь делать что-то в гиперпопе, и у меня все такие типа, а это че? Ну, собственно, профессионалы, которые шарят за музыкальную индустрию, тоже меня предупредили. Ты шаришь, что это как бы вообще не про деньги. Мне буквально прямым текстом сказали, что, скорее всего, я вложу очень много, а получу, ну, нихрена я не получу. Слушай, ну, гиперпоп, гиперпоп, это, конечно, очень крутой жанр, но, честно говоря, о нем никто не знает, и если ты хочешь зарабатывать деньги, а не тратить время свое, то нужно делать кальянный рэп или что-то в духе инстасамки. И давайте теперь забежим немножко вперед, ну, вот прям к моменту, когда я выложила первый кусок трека, а меня предупреждали. Мы сейчас опустим вообще вот весь хейт, да, который был, потому что кому-то, кажется, послышалось, к этому мы вернемся в следующем видео, я подробно все это разберу. Очень многие люди начали писать, типа, че за автотюн? Там один автотюн на автотюне, и биты странные, и просто одни сложные сообщения о том, что за дерьмо, это же автотюн! Честно скажу, я тогда охренела, типа, че? Ну, естественно, что в этом жанре это же гиперпоп, там дохренища эффектов, там и смысл в том, что твой голос искажается просто до нуля и обратно. Это даже я вам больше скажу, то, что я какую-то ноту своего голоса слышу, мне не нравится, я бы хотела, чтобы у меня вообще голос был, ну, типа, как тут. Потому что это особенность такая. Ну, знаете, что самое тупое? Я настолько просто огиперпопилась, что я уже даже забыла, что люди-то, блин, реально не знают про этот жанр, и что меня, ё-моё, предупреждали люди, которые шарят за музыкальную индустрию. Я просто это забыла. Гиперпоп это тот жанр, которого в России, ну, очень мало, да почти его никто не знает. Когда я проводила статальный опрос в моем инстаграме, и спрашивала, ребят, как вы думаете, что это за жанр песни, в котором я уже спела, когда кусок был выпущен? Так никто не знал, там, ну, из нескольких тысяч ответов я, честно, видела, ну, может быть, ответов 20. Вся моя команда выражала сомнения в том, что это хороший выбор. Я сегодня ездила на студию, где я пишу треки. Господи, ору, я когда узнала про ту новость, я такая, что еще происходит? Я хочу все знать. Как ты вообще не говорила? Вот ты решила, почему написать трек? И что дальше? Твои действия какие были? Ну, тема в том, что я общалась с девушкой, Юлей зовут. Да. Еще два или три года назад, до того, как началась вся эта фигня самоизоляции, она мне еще тогда говорила, типа, давай песни петь. И я такая, блин, Юля, ну, какие песни мы будем петь? И посмотри на меня, и посмотри, какие песни, и может этот рот разрыгать. Короче, очень долго я, ну, не хотела, но я эту мысль вынашивала. И я подумала, что я, наверное, готова. Очевидный вопрос, что изменилось. У меня появилась идея, о чем я хочу петь. Как-то раз мы встречались с друзьями, и когда мы встречаемся с друзьями, у нас всегда происходят какие-то, знаете, разгоны из серии. Мы начинаем обсуждать разные ситуации, мы собираемся в кружок, потому что у нас очень много людей, и каждый по очереди высказывается. У нас иногда бывают очень интересные темы, типа, а кто кем был бы из мифических существ? И это всегда очень интересно, потому что, когда у вас 16 человек, и каждый высказывается по кругу друг к другу, и потом решается, да, действительно, вот это валидно, а это невалидно, это очень круто. И в один день, во время таких вот обсуждений, мы, короче, общались на тему того, что было бы, если бы сейчас вот здесь стояла бы я 16-летняя. Ну, я понимаю, что был бы очень сильный конфликт. В тот же день я очень сильно загналась для самой себя же из прошлого. Ну, то, что есть у меня сейчас, это вообще не воплощение моей мечты. Это вообще не то, чего я хотела. И я такая, блин, интересно, о чем бы мы говорили, как бы мы говорили, что бы было, как бы было. Ну, так и родилась идея этого. В общем, я ждала первый этап музыку и структуру трека по словам. Сейчас я двигаю в сторону моего первого занятия. Если честно, я очень призываю, потому что я не пела очень-очень много лет. Если я ходила в музыкалку, конечно, я пела в хоре, но потом сорвалась я голос. И я не знаю, я очень призываю, что мне сейчас скажет вокалист. Смогу вообще петь? Не смогу, потому что, если он скажет, что все, то как бы на этом видео заканчивается. И я очень нервничаю. Я думаю, всем очевидно, что смогла. Знаешь? Музыкальная школа, 7 лет. А, ну вот, да. Это суперкрутая штука, потому что звук издается, а связки практически не задействованы. Там очень мало шансов налажать или сделать штуку. Смотри. Это все прижато. Это было очень-очень плохо. Допустим. А я жду, чтобы быть веселой. Да. А сейчас будем вспоминать, как сделать. Можно вправь р-ры. Хорошо. В общем, первое занятие прошло так. Мне, короче, архи-кринжова. Потому что, ну, я не знаю, мне очень кринжова. Я надеюсь, что все будет хорошо. Узнали бы вы, как мне кринжово это выкладывать. Я с вокалистом занималась очень много раз, но после вот этого, вот, я уже не снимала, как бы, видосы, потому что я просто... 15 октября. Двой дневник мне не передает ту боль, с которой я сегодня проснулась. А теперь нужно привести себя в порядок, потому что то, что я сейчас услышала, меня настолько сильно травмировало, что я тупо разрыдалась того, насколько плохо. День, когда мне выдали первую демку трека. Тогда я еще не знала, что пролью в миллиард раз больше слез. Это был, наверное, мой первый переломный момент. Очень тяжелый, очень эмоциональный. Когда я увидела сообщение о том, что мне пришла демка, я специально дождалась, чтобы рядом со мной никого не было, потому что я не знала, чего ожидать, но, видимо, где-то в глубине души я знала, что будет не очень. И я просто впала в первую, наверное, истерику за очень долгое время. То есть это был первый момент, когда у меня случился реально, ну, срыв. Да, истерика. Потому что они мне прислали демку. Абсолютно, может, это был какой-то... Я это послушала, а я считала вот такой кринш, который не слетывал никогда. Типа, это настолько плохо, что я аж разрыдалась. Чтобы вы понимали, почему из серии это могут переделывать столько раз, сколько мне было нужно. Но у истерика впала, потому что меня настолько не поняли, что нужно, что это вообще очень далеко. Это, типа, ну, вот если, например, ты BTS, ты хочешь петь песню, которая поет BTS, тебе прислали танца самку. Это настолько разное, настолько несовместимое, что ты просто в ужасе, ну, как так-то? Как так-то? Ну, поэтому я сижу и просто обливаюсь, лежаю. Мне даже не с кем было поделиться. Я просто боялась кому-то говорить, что все так плохо, потому что если бы кто-то услышал, ну, что получилось, то мне бы все сказали, типа, просто забей. Забей, забудь, снимай дальше свои, там, реснички бьюти-видео, но про это забей. Я ни с кем не делилась, что получилось плохо. Я настолько, блядь, стыдна за результат, что я даже не могу это никому из своих друзей кинуть, типа, из серии ха-ха, давай поражем вместе, потому что это буквально настолько плохо, что даже стыдно об этом говорить, знаешь? Вот это та ситуация, о которой даже, ну, обсудить, блядь, ее не с кем. Хотя, ну, хотелось бы. Я в панике, я не знаю, что делать. Я понимаю, что будут переделывать под меня столько, сколько мне будет нужно, что я сама возьму и переделаю, но я не знаю, как объяснить, потому что мне не хватает опыта. Я не музыкант, я не исполнитель, я только-только начинаю в самом начале своего пути, я вообще ни за что не шарю, я не знаю, как мне объяснить, что это не то. Я начинаю переприсылать миллион снова референсов, писать сообщения, что, типа, ребят, ну, я же хотела, наоборот, про другое, бла-бла-бла-бла-бла. И я понимаю, что меня не понимают. Я пишу Юлию, опять-таки, продюсеру Дрим Тима. Ей вот реально отдельное письмо благодарности, ну, это видео буквально, потому что она просто помогала мне в каждом моменте. Она просто никогда не оставляла меня. Вот каждый раз, когда у меня случалась какая-то хрень, а хрени было очень много, она всегда мне помогала, она меня успокаивала, она находила решение, она не просто говорила то, что, типа, серии, не парься, все будет, а реально, я говорю, не парься, все будет, но через 5 минут такая, типа, вот, все нормально, делаем так-то, переделываем так-то, не переживай, все будет хорошо. Если что, жду тебя сегодня к 15. Я снова една в студию. Мы пробуем переделывать текст с автором уже вдвоем. Я пытаюсь объяснить своим языком каким-то, что не так с музыкой, почему я так сильно охренела и среагировала. Это, понимаю, было очень тупо, но для меня это было очень важно, потому что это мой личный проект. Если бы, знаете, я серия пела бы «У меня есть помада, я ей крашу губы». Я вот так колко не относилась, но это песня буквально, которая должна была быть олицетворением меня. Это должна быть стартовая, сильная песня, с которой начинается новая моя эра. Поэтому в конечном итоге я поняла, что лучше, чем я и моя подруга, никто этого не сделает. И я с моей подругой, у нас ни в одной, ни в другой нет вообще никакого опыта в написании песен. Начинаем писать песню. Прямо сейчас, вместо того, чтобы работать, мы пишем песню, потому что завтра я иду ее записывать. Я очень волнуюсь. День Икс. Мне нужно ехать снова в студию, перезаписывать уже песню, которую мы написали с подругой. Я адски нервничаю, схожу с ума. Сейчас я еду на студию, сижу, крашусь. Как-то очень странно. Решила сегодня накраситься. Хочу сделать максимально странный, свой вид нетипичный. Возможно, знаете, это такая защитная реакция. Кстати, я слышала такую информацию, что если вы находитесь в какой-то ситуации, в которой у вас нету достаточного контроля, вы там, например, паникуете, как я сейчас, то постараюсь представить, что на вашем месте какой-то другой человек. Например, изменить свой голос. Можете говорить вот так вот, если вы обычно говорите вот так вот, или наоборот, говорите вот так вот. Если вы обычно говорите, рассказывайте вот так. Поэтому постараюсь сейчас ехать туда с убеждением, что еду не я, а какой-то человек, которого я играю все на все. Впрочем, ничего нового. Что ж, в совсем новом образе. Пути назад уже нет. Берем пушист, и я пошла. Мне страшно. Поэтому я делаю вид, что мне очень важно кофе и чай. Я пока что в ужасе. От чего? Это первое. От трека? Нет, первый раз. Я сейчас вообще иду пытаться делать читку, первый раз. Поэтому я такая, а-о-а-о. Вы по треку что-то решали, Юль? Заодно будем обсуждать. У нас все вместе. Если что, типа, да. А вы на месте, да, если чай? Ну, мне нужно зло делать. Все, хорошо. Ну, мало ли, мне не знаком, ты, наверное, стоишь. Я походки поняла. Да, да, да. На телевизор. Ну, типа, если что, запилите. Хорошо, забежаем, если чай. Ага, пишемся в наушниках. Да, ну, потому что иначе как? Брак, чтобы на руку был. Сейчас я проверю, какие наушнички тебе дать, чтобы для них было тебе удобно, вот я тебе дам вот эти. А, смотри. Когда я приехала записывать на студию новый текст, меня просто трясло. Меня трясло. Я не понимала, как слова лягут на музыку. Лягут или ляжут? Ляжут на музыку, лягут на музыку. А, как правильнее. Короче, я не понимала вообще, что происходит. Раз, два, три, раз, два, три. Ладно, Бринка, чтобы... Да, конечно, давай. Я сейчас слышу, как будто у меня там в два раза более хриплый низкий голос в наушниках. Так должно быть? А, хорошо. В общем, мы переписали текст, мы написали, можно сказать, его практически с нуля. Два человека, у которых вообще никакого опыта в написании песен, которые даже вообще не понимают, как это теоретически должно быть. Мы пошли на запись, соответственно, вот первый раз что-то там записываюсь. В роще достаточно все челово, мило, но, блин, конечно, я все равно пою и понимаю, что, ну, хрень какая-то. И музыка не та, и слова все еще не те. Короче, помните, я в инсте говорила, что текст был с Бакугой, что мы впихнули его? Ну, в общем, это был не лучший выбор, поэтому мы его в дальнейшем убрали, но было как-то вот так. Все еще Dice from Cringe. Кстати, фразы Кацуки Бакуган Катяна ее не будет в итоговой версии, то есть ее нет. Вместо этого у нас родился гимитек Удасай, потому что он гораздо больше подходит по смыслу и по всем делам. Следующим этапом нужно было докрутить музыку, потому что то, что было, оно как бы, ну, не то. И опять я слышу это. Смотри, хаппер попа, не самый популярный жанр в России, в отличие того же Запада, но он там прям стрельнул. Вот, но думаю, если делать стилек и делать качественно, то у этого 100% есть перспективы будущего. Скорее всего, у вас в голове абсолютно логичный вопрос. А что ты так уперлась в гиперпоп? Жанр никто не знает, он сомнительный, вообще непонятно, что с ним делать, денег ты с ним не заработаешь, нахрена тебе это? Блин! Я хочу! Я так чувствую! Это мой любимый музыкальный жанр на данный момент. Я хочу в нем развиваться. Я чувствую, что я смогу в нем развиться. Вы знаете, это тот момент, когда я поняла, что это моя мечта, я хочу к ней приблизиться. Мне абсолютно все сказали, ну, как бы, не прямым текстом, но очень очевидно было, для меня это донесено. Но я хочу! Потому что это мое! И гиперпоп, это абсолютно то, как я чувствую. А потом мы встретились переписывать бит с автором бита, и это был лучший день в работе над проектом. Я не буду так кранжевать во время следующих записей, потому что буквально сейчас у меня вообще нет опыта, я даже не знаю, как это все называют, все эти приемы, но... Да это же сама наука. Как только я все это пойму, то все будет ок. Друг твой, типа, тикток, я понимаю, что ты тащишься тупо от гиперпопа. И, ну, естественно, тоже супер, знаешь, грязь, я не хочу уходить в какие-то супер вообще жесткие моменты, то есть мне не нужен там какой-нибудь формат а-ля ЭБМ, который электроник Владимьюзик, потому что она очень узкая целевая. В тот день я пришла писать бит, и для меня это было вообще совершенно новым экспириенсом, потому что я никогда до этого не сталкивалась с тем, как пишут музыку на компе. Там все убежит с работой, в этом я пока ничего не понимаю. Я по счастью монтажа видео. И мы на этом фоне просто, когда вместе сидим, мы понимаем, что, блин, мы друг друга понимаем. И он понимает, что я хочу. И я хоть не понимаю, как ему объяснить то, что мне надо, я просто ему говорю, а вот здесь вот мне нравится вот так вот, а вот здесь я хочу вот так вот, а вот здесь я хочу какое-то эхо за стеной вот такими вот терминами. И человек просто выкупает, что я говорю. Вы себе представляете, какой счастливый я себя чувствовала, когда я просто сидела рядом с человеком, который пишет мне бит, который меня понимает, которому я объясняю, своим вообще, ну, человек, который не знает ничего, не разбирается, не шарит в терминах, объясняет, ему это демонстрируют и делают. И, блин, это было очень круто. Музыка у меня будет, очевидно, я не для всех. И, возможно, это прозвучит очень тупо, но когда-то и аниме было непопулярным. Алё, когда я была ребенком, те, кто смотрел аниме, они должны были молчать и смотрят аниме, иначе это просто был пипец. Но те, кто постарше, вам могут рассказать об этом в комментариях, спрашивайте. И гиперпоп, да, сегодня это не суперпопулярно. Могла ли я делать песни уровней 100 самки? Конечно, могла, это было бы всем в миллион раз проще, потому что это уже по накатанной идти. Но я не хочу. Я верю в свои силы, я верю в то, что, возможно, даже у меня получится популяризировать этот жанр. Очень многие люди, смотря мой канал, начали неформально краситься. Очень многие люди, смотря мой канал, начали делать то, что они хотят делать, потому что это буквально в этом вся я. Все, я есть в воплощении вот этой вот абсолютной свободы и достигания своей цели, даже если она кажется априори изначально бредовой. И моя первая песня, которая должна была быть, она должна была заявить во мне, она должна была освободить меня. И она, конечно, меня освободила, но не таким путем, как я планировала. Но об этом в следующем видео, в это просто не вместится. И вот тот самый момент, когда я поняла, что впервые мне все понравилось. С ним мы тоже обсуждаем ту тему, что гиперпопа это не самый популярный жанр, уже потом, когда все это сделали, но при этом он дождится, я тащусь как бы уже хорошо, уже как минимум два человека, которым такая музыка не иронично нравится. И опять-таки подтверждается со стороны профессионала человека, который, кстати, горе не гасни, это он уже написал эту музыку под этот трек, как бы с Милохиным Моментролем, чтобы вы просто понимали, да, что да, есть перспектива, что мы надеемся на будущее и что следующий трек, который будет сделать, будет сделать человека в миллион раз лучше, уже с учетом как бы всех ошибок, которые были допущены на этом этапе. И я, блин, радуюсь, и все у нас супер, и я прихожу в хорошее настроение домой, и все, я думаю такая, зашибись, и бит мне тоже нравится, пипец. Остается дело как бы замалым. А, блин, вы знаете, мне сейчас не стыдно в этом признаться, но мы закончили писать музыку, и музыка, она просто получилась охрененная. Я не знаю, кому эту может понравиться, кроме меня. Я буквально хочу, чтобы это нравилось только мне, и мне это сейчас очень зашло. Не знаю, что это все выйдет, но я в таком восторге, у меня эта музыка просто заела в голове. Мы целый день писали бит. Найти человека, который понимает, что ты хочешь, когда ты в этом непрофессионал, с которым ты вместе пишешь музыку, который тебе еще сам параллельно все объясняет и помогает, это очень дорого стоит. Я прекрасно понимаю, что это не для всех, что... ну, просто не для всех. И завтра я буду сидеть писать музыку, и я уже решила, что она будет очень жесткой, она будет очень мрачной, будет очень ироничной, очень стркастичной. Буду писать песню, будем пробовать. И, конечно, я хотела бы дать все очень иронично. Все достаточно колко, все достаточно, знаете, даже в какой-то степени непонятно, чтобы обычный слушатель, который меня не знает, я же прекрасно понимаю, что эту песню может слушать человек, который вообще меня не знает. Чтобы он просто послушал и понял, что он ничего не понял, ему стало интересно. В следующем видео я сделаю разбор всех строк моей песни и буквально уже завтра или послезавтра, это самый крайний случай, видео уже смонтировано, я выложу, где я расскажу все, через какую боль я прошла, через какой хейт пришлось переступить, с какими принципами пришлось поступиться и что произошло в конечном итоге. А потом я поняла, что я не могу передать словами то, что хочу выразить в песне, у меня случились фонические атаки, которые сопровождали меня каждый день. Для меня это было огромное испытание, я реально в какой-то момент словила бессонницу, у меня есть закрытый твиттер, я даже туда бомбила, я просто не могу, я ложусь в кровать, я закрываю глаза, я не могу заснуть, потому что у меня мысли поток вот так вот крутится, я целыми днями и ночами просто сижу и перебираю слова, я пишу сообщения, это было просто очень тяжело и видимо на фоне вот этого бессонница, я просто не могла засыпала часов в пять, в шесть, а в девять мне уже вставать, потому что ну как бы еще время такое, знаете, ноябрь-декабрь, очень много проектов, очень много рекламы, появляются бьюти-боксы, мне нужно за всем успеть, мне нужно все сделать, я просто охреневаю, куча снять видео с этими адвент-календарями, это просто начинается полноценный геморрой и меня дарит вот так вот по психике. В целом я могу много дискутировать на тему того, как меня плющило, но я просто покажу вам несколько скриншотов из моего закрытого твиттера для друзей и как меня бомбило. Ну да, было плохо, реально, очень плохо, честно. Когда я понимаю, что я уже не вытягиваю, что я буквально рыдаю каждый день на любой почве, мне напишут милое сообщение, я вот читаю, я реву, мне там, не знаю, доставка курьера опаздывает на полчаса, я сижу, я реву, я все это от всех скрываю, параллельно я снимаю миллион адвент-календарей, монтирую миллион адвент-календарей, каждый день я типа там реву, но я от всех скрываю, потому что я не хочу, чтобы кто-то знал о моем состоянии, ну и как бы на ютубе тоже об этом скрываю, вы видели все это количество видосов, а по факту я просила у моей подруги, которой я доверяю, которая занималась психотерапевтом, с психологом, который помог ей в ее, ну, очень сложной жизненной ситуации, контакты проверенного человека, я иду к этому проверенному человеку, мне нихрена не помогает, перед каждым сеансом я сижу в машине и реву ни с хера, причем сама рофлю с себя, что, блин, я опять реву на ровном месте, ну... Я сейчас сижу в машине, потому что я приехала очень рано, мне должно будет занять себя у психолога, ну, совсем скоро, и я зашла в директ, я увидела это сообщение от девочки, мне стало так хорошо, ну, так грустно отбременно, не знаю почему, я чувствую себя ужасно, тупо, как будто я кого-то подвела, хотя я не понимаю, кого я подвела, вот, да, мне правда очень приятна поддержка, ну, не иронично, ну, абсолютно мне обравляет благодарность, как бы, потому просто, знаете, что мне настолько приятно, что я сижу как тупая какая-то, и реву в машине перед занятием с психологом, чтобы принимали степенью больше тупости, сейчас я буду делать вид, что я не ревала в машине, что, в принципе, все нормально, пойти к психологу, я то, чтобы набрать ему, но хотя бы сделала вид, что все не настолько плохо, хотя это, конечно, тоже неправильно, ладно, я пошла. В тот день на занятии с психологом было принято решение, что мне нужно куда-то улететь, поэтому я полетела к маме, перед этим нужно было доснять видео про бьюти-боксы, чтобы они вышли, вот, обидеть в том, что я больше не хочу этим заниматься, но, как бы, вот до чего меня довели бьюти-боксы. У нас завтра вылет, я уже успела поплакать, побывала у психолога, а сейчас мы убираем... Папа, суки, отсюда отложи мое на дом! Это мой, мой котик, я его зовут Ивол. Кот, оцени, пожалуйста, сожительство со мной от 1 до 10. Кажется, он не может. Кстати, забежим вперед, небольшой такой рофл-прикол, когда я выложила кусок трека, там настолько все дошло до безумия, это было даже хуже, чем вот эта вот моя осенне-зимняя хрень. Кто-то нервничал желал зла моего коту. Ну, просто для того, чтобы я страдала. Но это в следующем видео. В тот день мы отвезли кота к родителям Давида, чтобы можно было улететь, и тогда же я решила снять видос про бьюти-боксы, но сняла это. И сейчас, когда я стала снимать бьюти-боксы, я понимаю, что здесь полное говно. Это просто пизнец. Принимается решение, что мне нужно свалить. А человек, с которым я должна была записывать уже все, вот, самую-самую-самую-самую последнюю версию музыки, говорит, что он заболел. Могу я винить человека, что он заболел? Конечно, я не могу его винить. Но моё эмоциональное состояние уже такое, что я уже просто не выдерживаю. Я ненавижу эту жизнь официальную. Я просто её ненавижу. Зачем я вообще полезла в музу, господи? Я думала, это будет прикольно. Это будет классным экспириусом. Я думала, о боже, я же так хотела писать песни. Почему бы и нет? И сегодня день, когда я должна писать трек, я уже наврала в инстаграме, что вот, типа, собираюсь, еду. Сижу, распеваюсь с самого утра. Миллион раз уже пропела эту песню. Меня уже тошнит от неё, потому что мне уже плохо. И сейчас мне чувак пишет, а, типа, я заболела, я не смогу. Ну, с которым пишет трек. Типа, я не знаю, как это вам объяснить. Ну, когда ты на студии, вот ты певец, и там сидит чувак, который, типа, музыку, да, там, включает-выключает. Ну, кто записывает тебя. Ну, я заболела. И, типа, я не смогу найти замену на сегодняшний день. Всё усугублялось тем, что на одном занятии с психологом мы решили, что мне нужно уехать, что мне обязательно нужно поехать сейчас к маме, потому что нахождение здесь, это просто меня морально добьёт. У меня реально уже были очень нехорошие мысли. Я думаю, вы поняли, о чём я. Я просто сходила с ума. Если вы спросите, почему я сходила с ума, я скажу вам в следующем видео. Но если очень коротко... Если кто не в курсе, это песня, мы диалог с собой из прошлого. Каждая строчка — это обращение к себе тогдашней. Поэтому она столь личная, и именно поэтому меня так плющит. Вообще задолго до релиза даже первого куска в ТикТок я делала очень много пасхалок, отсылок и всего такого, но об этом мы с вами поговорим в следующем видео, которое будет этому именно посвящено. Вот, я опять пишу Юле. Юля опять... Юля опять решает мою проблему. В итоге мы записываем трек. Но я была уже уверена, что он не выйдет, потому что слишком много говна. Жопа ситуация была в том, что мне нужно было улетать, потому что я уже купила билеты. Я не знаю, каким чудом, но нашлись ребята, которые помогли с записью этого трека, и, ну, в общем-то, всё, можно сказать, финализировалось. Моя работа на этом всё. Если вы думаете, что на этом жопа закончилась, то ха-ха. В гиперпопе, ну, ты должен просто дать эмоцию, а дальше эту эмоцию нужно очень сильно обработать, так, чтобы придать ей сюрный звук. Но это уже не от меня зависело. Это зависело от людей, которые занимались вокальным дизайном. Я улетаю в Германию, меня как-то отпускает. Я, конечно, очень сильно тревожусь, но я вроде с мамой, мама надо мной так, типа, подиздевается, подшучивает. Мама, ты можешь повторить то, что ты мне только что сказала? На тем, что ты бросишь меня принарядиться. Буквально мать, которая всегда окрежевала с того, что... И сейчас мама такая, ну, ты принарядись. Да, ну, как-то бомжаченька. Вы понимаете, да, мне мама говорит, что я уже как бомж. Это то, к чему я стремилась всю мою жизнь. Мы ушли до такой же степени, да. Когда я говорила чуть-чуть попроще, но не так, но до конца совсем, совсем так шло, что-то не надо. Я сейчас умру. Я, божественно, и в шоке, и мне нравится, и нет. Пока я была в Германии, мне как будто было бы легче, потому что казалось бы, ну все, основной косяк работы сделан, осталось только всего ничего, но снимать там кучу тиктоков для анонса, ну и в целом ждать. Все говорили мне то, что у тебя будет очень много хейта, ну, потому что, типа, блогер очередной начал петь песни, тем более в неизвестном никому жанре. И мне казалось, что да, вот я сейчас в Германии, зачилила там нормально, на ярмарках погуляла. И вроде как я была готова к любому исходу, но потом как бы случилось то, что случилось, это мы далее с вами в отдельном видео разберем, потому что иначе это будет бесконечное. Но факт в том, что в какой-то момент на меня накатила ужасная тревожность. И даже, знаете, не из-за того, что там трек какой-то зайдет, не зайдет, а из-за того, что мне же придется, по сути, раскрываться. Но тогда я не знала, что ситуация вообще выйдет из-под контроля и будет тот глобальный просто ад, который был в тиктоке в день релиза трека. Но во всем по порядку. Поехали дальше. Как вы уже догадались, тут тоже все пошло через жопу. У меня случается очередная истерика. Я не слушаю трек. То есть я вижу, что вот мне прислали звукотранзванс финалка. И я боюсь его включать. Я кидаю его под руки, с которой писали трек. И типа, пожалуйста, послушай. И дай свое мнение, потому что я просто боюсь. Я не выдержу. Она послушала. Как бы мы сами с вами видим, что она написала. Вот. Я заканчиваю с ней это общение. Я ухожу спать, я не могу заснуть и переживаю. Я захожу в ванну там в ночи. Вот. Начинаю слушать, короче, музыку. Которая получилась. На следующее утро я уже не иронично просто начинаю с этого со всего орать. Потому что мы записали... Меня обработали так, как обрабатывали мои бэби. Я не могу вам показать эти звуки. Просто вам нужно поверить мне на слово. Ну, как бы смысла здесь врать вообще нет. Ребят, ситуация адский кринж. Мне вчера отдали трек. Я прородала всю ночь, весь день. Короче говоря, мой голос при пении очень сильно похож на голос мои бэби. Я не пытаюсь косить под мои бэби. Как бы я с ней, естественно, общаюсь. Мы даже можно сказать, что немножечко дружим. Но, как бы, именно в музыкальном, да, направлении я бы не хотела развиваться так, как она развивается мои бэби. Я не знаю, я очень надеюсь, что получится это исправить. Потому что я не знаю, как жить. Спасите! На этом блог с моей песней заканчивается, потому что я уже настолько распсиховалась, что я уже ничего не снимала. Конечно, в конечном итоге мы все доделали. И буквально, знаете, вот когда у меня вышел кусок в ТикТоке, вот за несколько часов до этого я получила финальный трек. Я его подтвердила, мне он понравился. Но то, какое количество, просто, блин, пришлось испытать геморроя, это жесть. Я даже сейчас смотрю этот видос, когда я его монтирую, и я в абсолютном ужасе, как я все это вывезла. Неудивительно, что у меня поехала крыша. Ну, а потом я выпустила трек, и, в общем-то, можно было бы сказать, что, наконец-то, работа закончена. Но нет! Нет, я столкнулась с новой жопой. Еще более интересной. Но о ней поговорим в следующем видео. Поэтому подписывайтесь, и я расскажу вам про вот эту вот жесть, которая была дальше, которая была еще хуже, чем в момент, когда трек еще бы находился в райоперации с работой. Все. Пожалуйста, послушайте. По всем ссылкам везде доступен. Лис одно. О! К Продолжение следует...